Красноуфинцы живут на дне Пермского моря. Вот только не все об этом догадываются. Оно простиралось от Северного Ледовитого океана до современного Каспийского моря. Вместо лесов была вода. А эти современные горы состоят из мельчайших организмов. Такие красивые скалы, как Соколовский камень, Желтый камень, Аликаев камень – это тоже все рифы Пермского моря. Так было примерно за 300 миллионов лет до появления человека. На побережье росли древние папоротники и хвойные деревья высотой с 12-этажный дом, а также деревья гинка, которые сейчас встретишь только в Северном Китае. Да и жизнь была совсем другой. В морских глубинах таились гигантские хищники. Были в этом Пермском море очень интересные рыбы, которых еще ученые называют пиратами Пермского моря. Это геликоприоны. Останки этой древней акулы нашли здесь, на склоне Дивии горы. Инспектор народных училищ Бессонов отправил странные окаменелости в Москву к ученому Карпинскому. Тот несказанно обрадовался находке и даже переслал Бессонову гонорар – 250 рублей. Однако тот вернул деньги обратно, ведь он работал ради блага науки. Позже Карпинский сумел разгадать тайну этих останков и сделал сенсационное открытие. Он доказал, что эта спираль – не что иное, как зубной аппарат древней акулы, названный им геликоприоном. Вот так примерно она выглядела. Только изображение на картинке немного не точно. Сегодня доподлинно известно, что на самом деле удивительные зубы располагались не на верхней, а на нижней челюсти. У современных-то акул они выпадают, старые зубы, а вот у геликоприона старые зубы не выпадали, а они выдвигались из рыла и закруглялись спиралью. И чем старше рыба, тем были крупнее зубы и больше спиралей. Полные останки этой рыбы до сих пор не найдены. Да и эти зубные спирали попадаются редко – раз в четыре года. В глубинах Пермского моря жили и другие уникальные обитатели. Это трилобиты – морские членистоногие. В конце Пермского периода они почти все вымерли. Остатки последних – уже совсем мелких. Палеонтологи тоже нашли под Красноуфимском. Это последние трилобиты на планете Земля, которые обитали. Вместо с акулами обитали и древние моллюски. Красноуфимский музей хранит их останки, отпечатанные в камне. Например, это раковины Наутилуса. Когда-то здесь их водилось великое множество. Была такая группа Наутилус-Помпилиос в Екатеринбурге. Известна довольно-таки рок-группа. Так вот, она свое название носила в память о Наутилусах, которые обитали в Пермском море в огромном количестве. Возможно, теперь многие горожане узнают, где живут на самом деле. Им расскажут и о Пермском море, и о древних акулах. День города в музеях ждет особенная программа. С помощью 3D-картины они смогут погрузиться в атмосферу Палеозойской эры. Александра Поддубная, Марина Агалакова, Интера ТВ.